Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы продолжаем разговор о малых пророках. Сегодня пойдет речь о книгах пророка Наума и пророка Аввакума. Книга ведений Наума делки сиянина, такими словами начинается пророчество Наума, со временем царя Иосии, который ревно восстанавливал иудейское благочестие, очищал Иудею и Израиль от идольских статуй и жертвенников, стремился соблюдать верность завету. Ведь к этому времени, как мы сами уже вспоминали, очень развратилось иудейское общество с зависимостью и каким-то интересом к языческим божествам. От чего вообще это происходило? Жить верности Богу – это все время как бы жить не вполне обыкновенным, так сказать, нормальным, земным интересом. Это жить чем-то иным и высшим. Как знаете, трудно жить всегда любовью к тому, кому обещал верность, жить всерьез, так по высшему предельному смыслу. Так неизбежно как-то дебелостью какой-то, оскудением снижается дух жизни призванного народа. А если вокруг есть успешные народы, успешные цивилизационно, а, разумеется, всякий успех жизненный и военный, или хозяйственный, какой угодно политический, он, разумеется, связывался в древние времена с силой местного божества, то к этому местному божеству или вот к этим покровителям, так сказать, соседних сильных народов и стремился интерес в особенности у тех, кто управлял народом иудейским, исраильским. И, в конце концов, такие отступления бывали крайними. Так что в храме Божьем в Иерусалиме стояло идолище, какие-то высоты, на которых какие-то астарты, валы, стояли в северном царстве. И вот при царе Иосии попытка успешная, пока можно было это продолжить, восстанавливалось истинное благочестие. И как в силу религиозных чувств и качеств, вернее, этого Иосии, так и вследствие важнейшей находки, которая, так сказать, обновила, как-то оживила духовную жизнь иудея. При ремонте храма, который был предпринят по инициативе Иосия, была найдена книга завета. Книга, которая смогла вернуть к забытым и, можно сказать, поруганным традициям и принципам и смыслам жизни народа. Об этом говорится в четвертой книге царств, там, где говорится о воцарении Иосии. Книга закона, найденная при ремонте храма, побудила царя каяться пред Господом за отступничество и народа, и его правителей, и исправлять жизнь по этому. В дальнейшем, так если сказать о том, что происходило дальше, в бавилонском плену – это возвращение к преданию, собирание, записывание стало основным трудом священников, книжников. И вот первый момент это было, когда была обнаружена книга в храме. Возвращение Иудеи к истинному благочестию совпало со временем падения могущества Осирии. Ну, Осирийское царство было исключительно могущественно, покорило все окрестные народы и жестоко обогатилось, обогатилось без меры, можно сказать. Но в 616 году, до Рождества Христова, сильно пошатнулась крепость Осирии нашествием скифов, а в 614 году, то есть уже через два года скоро, халдеи – это те, кого мы называем в Бавилонии – захватили Асур, древнюю столицу Осирии, а Неневия, которая особенно отличалась богатством, пала в 612 году. И так народы, некогда порабощенные Осирией, торжествовали. Вот именно в этот период написана книга пророка Наума, и посвящена она гибели Неневии. Вот мы, верители, читаем Иону, где говорится о возможном для язычников покаянии на таком вот тексте, притче, хоть там говорится о Неневии, но говорится о покаянии народа. Историческое же свидетельство и пророчество Наума передает нам крах этого гордого города. Книга Наума – это поэма. Первая часть ее написана акростихом, то есть, знаете, когда буква алфавита, первая половина алфавита иудейского является первыми буквами в строчках стихотворных. Текст этот очень красочен и выразителен. Он, по-видимому, пропивался за богослужением. По крайней мере, есть такое конкретное даже указание, ремарка к третьей главе книги пророка Наума. Текст о грядущем разрушении Ненавии начинается словами такими. «Господь есть ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен в гневе, вихри, бури, шествия Господа, облако, пыль от ног Его». Такой атропоморфизм, то есть, человекоподобие – это нередкий в Библии поэтический прием. Наум напоминает о старой вражде Ассирии против Иудеи, о нашествии Синнахирима, это еще было в VIII веке, когда при царе Езекии пророк Исаия предупреждал о поражении, каким Господь накажет Синнахирима. И это описано в четвертой книге «Царство». Видите ли, вы, наверное, многие видели, если не сами рельефы, но их, можно сказать, в Лондоне, в Национальном музее, но репродукции, они исключительно выразительные, репродукции рельефов ассирийских. Вот ведь это тоже тексты в своем роде, эти скульптурные или рельефные изображения. В чем пафос этой культуры, этой цивилизации? Пафос в силе, мышце, выражение этих могучих лиц, этих профилей. Эти львы или львы, на которых охотятся, тот же Синнахирим, этот текст в его аналах, там вот Синнахирима, который так гордо, так жестко передает победу, неизбежную победу силы над всем остальным. Так вот, побеждена и эта сила. Через пророка Господь предупреждает насильника и тирана о неизбежном воздаянии всякого насильника, всякого тирана. Иудею пророк воодушевляет в надеждах на благополучное царствование. Вот как в первой книге пророка Наума. «Празднай, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Видите ли, как? «Празднай», но это связано с «исполняй обеты». То есть, будь свободна, верна и открыта Богу. Не просто веселись, успокойся, ешь пи веселись, а будь открыта, торжествуй перед Господом. И далее пророк продолжает обличать Ненавию за кровопролитие, за немецветивую жадность, притрагает городу гибель. Вот в третьей главе у Наума так. «Как погибли от ассирийцев города Эфива в Египте, это центр культ Омона, так погибнет и Ненавия. Разве ты лучше, но Омона? Но и он переселен, пошел в плен». Когда-то Ассирия одержала победу над Египтом, и были заняты Фивы, этот замечательный город, в котором был культ Омона главным. Так вот, ты не лучше. Как он был переселен, так и ты попадешь в плен, говорит Господь через Наума Ассирий. В книге пророка Наума, как и в книге Авдия, и в повествовании об Ооне, нет обличения Израиля, ни пророчества о его эсхатологическом будущем. Главное в книге пророка Наума – это указание на правду Божию, которая торжествует над злобой. И вот благородный Феодорит Кирский так комментирует книгу пророка Наума. «Провидя силу Божия Духа и предвозвещая, пророк научает, что владыка Бог не оставляет ничего без своего о том попечения и промышления, но по справедливому своему определению у каждого требуют отчеты во всем, что сделано им в жизни». Вот такое, так сказать, поучение старца Феодорита Кирского в связи с книгой пророка Наума. А теперь перейдем к книге пророка Аввакума. Он жил в Иерусалиме и проповедовал в храме. Жил он при царе Иосии. И книга написана после 609 года до Рушества Христова, то есть после гибели царя, когда на Иерусалим обрушилось нашествие халдеев, тех самых халдеев, которые одолели ассирийцев. И с 604 года над ним, над Иерусалимом, царствовал Навгодоносор II над Сирией. А потом в 598 году Навгодоносор одержал первую победу над Иерусалимом. Как помните, потом его войско вывело народ израильский из Иерусалима в плен в Абилонский. Так вот, мы же сейчас говорили об этом. Иосиф был царь благочестивый, позаботился о возрождении по завету Господню всей жизни и служения в храме Господнем. И распорядился Иосиф совершить Пасху в храме, что было долго-долго забыто. Вообще как ужасно это, да? Народ, который с Пасхи начал свое спасительное шествие, так сказать, выход из Египта, в годы, когда можно было успешно жить, забыл Пасху и подчинился обычаям языческим. Так вот Иосиф восстановил ее в храме. Об этом тоже написано в 4 книге царства. И вот в таких обстоятельствах, когда народ вернулся к истинной вере при Иосии, пророк не связывает несчастья, принесенные халдейским войскам, с именой народа. Ну, в этот момент можно было о видении народа специально не говорить. Народ, наоборот, начал жить благочестиво. Несчастья, принесенные халдейами, он как-то переживает особо о вакуум. И это интересно очень. Его размышления как-то близки к тем упорным таким ожиданиям, которые к Богу выражает Иов. Пророк Аввакум вопрошает Бога о противоречиях бытия. И получает от Бога загадочный ответ. Праведной верой жив будет. Вот это, как вы помните, повторяется в Евангелии. А сейчас приведем несколько строк из первой главы пророка Аввакума. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду выпиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь, для чего даёшь мне верить в злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстаёт вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает правильного, то и суд происходит превратный». Напоминает Иову, правда? Тут пророк не говорит, что «Да, Господи, Ты наказываешь народ за дело». Тут народ в момент, в какой-то период своего какого-то восстановления испытывает такое бедствие и вот такой острый вопрос Аввакума к Богу. Пророк дерзает говорить Богу о неправде в судьбе народа. И знаете, что важно? Только с Богом можно быть так предельно искренним, как невозможно быть предельно искренним земным царём. Повторим, Аввакум говорит, «Закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает правильного, то и суд происходит превратный». Вспомним, как Иов не согласен уступить своим друзьям, которые даже с некоторым возмущением требуют от Иова покаяться и признать правым суд Божий, раз уж так досталось Иову. Нет, интуиция Иова, глубокое чувство правды Божьей, не может так просто условно примириться. Человек, как Иов или Аввакум, ищет примирение с Богом совершенного. Так сказать, в божественную меру правда должна явиться пророку. И Бог в ответ на вот это вопрошение Аввакума ещё сильнее обостряет картину гибели. Вот что и происходит дальше. Господь говорит, «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изымитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали, ибо вот, я подниму халдеев народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащим ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его, быстрее барса кони его и притчи вечерних волков, скачет в разные стороны конец его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орёл, бросающийся на добычу. Весь он идёт для грабежа, устремив лицо своё вперёд, как он забирает пленников, как песок. Вот он идёт для грабежа, устремив лицо своё вперёд. Это так, как будто мы сейчас видим эти страшные рельефы этого сиро-бавилонского царства. В ответ на это пророк не соглашается считать Бога судьёй неправедным. Вот как он восклицает. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающиеся, у которых нет властителя? Далее пророк говорит о своём предстоянии перед Богом. На страже мою стал я, стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Смотрите, на страже мою стал я, стоя на башне. Это значит, он не просто там куда-то сорвался наверх, чтобы быть поближе, смотреть на небеса. Это очень хороший, могучий, такой символ его сосредоточенного созерцания вверх, как мы говорим, горе имеем сердца. И смотрите дальше. Что скажет он во мне? Что ответит Бог, пророку, внутренним слухом, а в вакуум услышит? Он стремится к этому созерцанию, к узнаванию, что скажет Бог. Такое глубокое, сосредоточенное созерцание, чтобы узнать, что скажет он во мне. Вот как далее. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедленно жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надмедная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Душа надмедная не успокоится, вот начало фразы, и при этом начале яснее смысл второй половины фразы. А праведный верою жив будет. Вера, она невозможна в беспокойстве души, в каком-то, так сказать, неустойчивости. Вера – это основание для внутреннего состояния человека, для его надежды, для чуткости, которая невозможна без любви. И потом эти слова, они подобны Иова, как бы невыразимые словами, оно, в конце концов, узнаётся внутренним слухом, внутренним пониманием. Продолжает пророк так в этой главе. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но суд Божий настигает злодея. Бог обращается к халдеям с такими словами. «Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нём. Горе тому, кто жаждет неправильных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо своё на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измысл ты для дома твоего, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни и стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдую». Ну что ж, да, это относится всегда и ко всем временам, и ко всем злодействам и войнам. Горе строящему город на крови. «А Господь во святом храме своём да молчит вся земля пред лицом его». Горе и стуканам, которые являются такими псевдосощитниками злодейских режимов вот этих, вот ассирийского, вавилонского, каких-то иных, которые угнетают многие народы. «Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя? Хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на своё произведение. Горе к тому, кто говорит, дерево встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотым и серебром, но дыхания в нём нет. А Господь же во святом храме своим да молчит вся земля пред лицем него». Входя в храм, человек чувствует себя в присутствии Бога. Это, в самом деле, действительно не метафора. Это констатация той какой-то глубокой правды, которую должен был знать, помнить всегда народ Божий. Помните, как мы в книге «Исход», когда была построена Скиния, читаем «И слава Господня наполнила Скинию». «Слава Господня» – это реальное выражение реального присутствия Бога здесь, в этом пространстве Скинии. А Господь в этом храме своём, повторяет много позже пророк Аввакум. Это, опять же, не условный, а прямой смысл имеет слова Христа в заключении Евангелия от Матфея. Помните, «И вот я с вами до скончания века». Аминь. Кому он это говорит? Просто как-то так рассеянному народу, он это говорит своему народу, то есть, Тачу Церкви. «Я с вами во все дни до скончания века». Господь во святом храме своём или вот «Слава Господню наполнила Скинию». Слова Господа «Праведной верой жив будет» мы находим во многих других местах Священного Писания. Они у пророка Исаии, в псалмах и в книге притч. Сильный смысл передаётся словам пророка Аввакума продаёт апостол Павел послание к римлянам. Там он напоминает, что, соответственно, не только иудеи, но верные Христу будут живы. Эта вера их соединит с Богом. Так же, как и послание галатам, говорит апостол Павел. Заключительная часть книги пророка Аввакума – это молитва. И даже там ремарка стоит «Молитва пророка Аввакума для пения». Есть также ремарка о паузе. Она напоминает псалом. Тот, который начинается такими словами «Господи, услышал я, услышал слух мой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет, яви его». То есть, среди лет, то есть, в наше время, говорит пророк Михей. «Во гневе вспомни о милости». «Во гневе вспомни о милости». Пророк произносит слабословие Богу в образах его силы и победы над космическими стихиями. Заключает эту картину такими словами исключительно сильными. «Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мной». То есть, он слышит вот это известие о космической катастрофе. «И колеблется место подо мной, и я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на ночь мой грабитель его». То есть, пророк знает, что стоять, стоять он должен крепко на вере своей, хотя дрожат губы его. Книга пророка свидетельствует о важном повороте в ветхозаветном сознании. Она утверждает совершенное бескорыстие «человек, знающего Бога». Человек, трепещущий при явлении божественной мощи, но испытывает и совершенную надежду на него, и он, человек, то есть, не нуждается даже в дарах. Сам Бог – его радость. Вот последние стихи книги Аввакума. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасением Его. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот. Господь Бог – сила моя. Какой мне еще силы надо? Вот так может утверждать человек проникновенный, тонко верующий, созерцающий Бога и знающий, как он отвечает ему в нем, то есть в самом духе пророка. До следующей встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok